Итак, добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медико Фитнес, я, ведущий Кравцов Сергей, сегодня мы находимся у меня на работе, наконец-то у меня появилось больше времени на работе, мы с вами можем общаться, видеться, я буду снимать выпуски, единственное, вот не такой у меня здесь красивый свет, не так все, так скажем, компактно поставлено, как мои домашние выпуски, но здесь есть много игрушек, расскажу вам вот такой аппарат диагностический, у него принцип как ЭКГ, значит, но об этом немножечко позже будет выпуск, а сегодня я хотел бы поговорить вот о чем, почему у вас вообще болят кости, да, почему у вас болит спина, и очень часто люди спрашивают, вот сколько мне ходить к мануальному терапевту, хожу уже 5 лет, ничего не помогает, как были хрусты, да, так эти хрусты и есть, как была вот эта вот ситуация, что у меня периодически подвыг позвоночники, и он выпадает, так эта ситуация и есть. В общем-то, дорогие друзья, понимаете, мануальная терапия, я сниму выпуск про мануальную терапию, я и сам отпускаю мануальную терапию, мы еще с вами это разберем, как это и что происходит, но само по себе вмешательство мануального терапевта, оно зачастую является симптоматическим, то есть очень множество причин функциональных, блокад у нас может быть, вот этих вот хрустов специфических, которые вы интересуете, да, как хруст на самом деле, ну, то есть там, ну, правильно сказать, что именно разблокировка идет суставов позвоночника, что это, с чем это едят, мы тоже как-нибудь обсудим, сейчас именно вот причины, да, почему разрушаются кости, почему у вас кости болят, почему постоянные эпизоды рецидивов происходят, да, часто, и вы снова и снова продолжаете обращаться к мануальному терапевту, к вашему врачу-неврологу, да, дело в том, что реабилитология это достаточно новая специализация, я не устаю об этом говорить, и она учитывает множество более, так скажем, тонких моментов и более новых моментов, на что иногда не обращают внимания, ну, так скажем, просто некоторые мануальные терапевты. Вот работает человек с мануальной терапией на поток и работает, и как бы это не в сторону моих коллег, что они там неправильно работают, просто это другая методика, вот человек на потоке работает с костями, вам это приносит облегчение, приносит, человек вам помогает, помогает, просто в более таком продолжительном смысле это лечение мануальной терапии в длительном смысле может не приносить ремиссии долговременной. То есть, возможно, опять рецидивы, возможно, вам опять придется посещать мануального терапевта. И чтобы такого не было, лучше всего я рекомендую сдавать кровь. То есть, это, конечно же, не для всех. Понятно, что молодые люди, которые обратились просто к каким-то спазмам мышц, с миофасциальным синдромом. Конечно, для вас, для таких людей, не очень-то, в принципе, показатели крови, показатели гормонов, других элементов, они, соответственно, бывают не так важны, зачастую бывают в норме. Понятно, что не нужно гребсти всех под одну гребенку. Но, тем не менее, если вы человек среднего возраста, не уже, так скажем, подросток, то кровь сдавать желательно. После 30 лет у всех уже есть те или иные отклонения по различным показателям крови. И что нам это дает? Сейчас расскажу. Ну, соответственно, вот у нас есть какой-то дегенеративный позвонок. Соответственно, он продолжает деградировать, недостаточная трофика, недостаточное питание позвонков. Это, кстати, настоящее. Вот. И, соответственно, почему? Потому что у нас просто вылетели гормоны тереоидные. Вот, пожалуйста, транспорт слишком активно происходит. Не хватает, начинает не хватать организму, там, элементарно. Ну, представим, что не хватает кальция. Хотя, может быть, разные, да, моменты. Поэтому еще и на кальций можно сдать. Начинают кости портиться. Потом на остеопороз, там, раз, остеокальцин сдали, посмотрели. Тоже показатели остеокальцина не в норме. Тоже уже там остеопороз рассматривали. Фосфатная щелотаза, ее можно смотреть как на печень, так и на состояние опорно-двигательного аппарата. То есть, очень множество показаний по крови, которые можно посмотреть. Можно посмотреть D3-витамин, можно посмотреть кальцитонин. Соответственно, можно увидеть множество-множество разных показателей крови. Пишите, если вам будет интересно, да, я вам расскажу. От которых нужно отталкиваться и лечить ваши кости по-настоящему. То есть, мануальная терапия должна, имеет место быть. Прием у невролога должен и имеет место быть. Но, что самое главное, если вы не восстановите ваши показатели крови, вашу гормональную систему, ваши, в том числе, микроэлементы какие-то, да, необходимые. Все вот эти вещи, которые мы будем разбирать. Для чего нужен кальций, для чего нужен D3, что такое теоиды. Вот у меня на канале выходил выпуск немножечко, что это, хотя бы вы узнали, что это гормоны щитовидной железы, да. Значит, все вот эти вот показатели, соответственно, будут нам мешать восстанавливать кости. Если один из показателей гормональных факторов каких-то нарушен, у нас, соответственно, нарушается баланс, ну, множество метаболических веществ в организме. Нарушается гормон, гормон за собой цепляет, соответственно, ну, допустим, там, остеокальцин, кальцитонин, даже, судя по названию, слушайтесь, вот, уже будет влиять, соответственно, на транспорт кальция. Поэтому все вот эти вещи, вы должны за ними следить, и если вы лечите спину, если вы лечите позвоночник, не забывайте, что такое качественное лечение, лечение, которое поможет вам не возвращаться к этой проблеме и решить ее однозначно, это всегда показатели крови. Это всегда ваши гормоны. Или, ну, другие показатели бывают, ну, допустим, у нас какая история, ну, вылетает, к примеру, просто вот, ну, кальций, к примеру, вылетел. Раз уж мы о кальции заговорили, да, его просто мало, где-то не добрали в пищу. Ну, ничего страшного, просто мы сдали кальций, выяснили, да, что именно кальций вылетел. А может быть, да это и вылетел, и на этом фоне кальция не хватает. Поэтому тут нужно смотреть обязательно по крови, что конкретно именно не хватает у вас, и уже исходя из этого вам что-либо назначать. Ни в коем случае не назначайте себе БАДы самостоятельно, потому что злоупотребление телеми или иными БАДами, а вы, как правило, едите их кучей, да. Вот у меня часто говорят клиенты, Сергей, ну, что там в зале еще, почему клиенты, не пациенты? Это постоянно происходило в зале, когда я вел тренерскую деятельность, да, и, соответственно, врачом я работал на полставки в то время. Значит, они говорят, как, Сергей, ну, давайте мы какие-нибудь БАДы попьем. Я говорю, ну, вот нужно определиться с какими БАДами, какие гормоны сдать, как, соответственно, посмотреть показатели крови. Они говорят, ну, а что вы думаете? Я говорю, ну, может вылететь вот эта вещь. Просто я привожу пример, вот эта вещь может вылететь. Они говорят, ну, как, если, значит, может вылететь и то, и другое, ну, к примеру, там, я говорю, ну, вот, может, синяальной жидкости недостаточно. Можно будет, там, генерлитин попить. Вот, может быть, недостаточно, к примеру, у нас, допустим, Д3, да. Они говорят, да мы готовы пить все это в куче, давай пойдем купим и не будем сдавать никаких анализов. Ну, друзья, если вы все в куче пьете, вы же понимаете, что, допустим, если по какой-то причине у вас вылетели именно гормоны, или по какой-то причине просто это не усвоится, или дозировки будут слишком высокие, вы перегружаете как минимум почву. И это просто как минимум. Потом, если вы все это пьете скопом, опять же, одно с другим может что-то и не сочетаться. По разным причинам. В первую очередь, это заболевания желудочно-кишечного тракта, которые могут не позволять усваиваться многим, соответственно, скопом, если вы будете пить все витамины подряд. Это, соответственно, формулы самих витаминов, которые изготавливаются, ну, или микроэлементов, да, какие, как, где вы купили, какой фирмы, сочетается это вообще вместе или нет, поели или не поели, очень много разных факторов. А вы все это еще в куче, соответственно, добавляете. То есть, как это выглядит? Вы берете даже комплексные какие-то витамины и микроэлементы, которые сейчас на каждом шагу продаются в магазине БАДов, да. Вы пиваете, там, допустим, всю эту группу витаминов на голодный желудок. И некоторые формы подобных витаминов, они могут агрессивно влиять, соответственно, на стенки вашего желудка. А у вас уже есть гастрит. Поэтому, понимаете, здесь нужно очень дозировано и очень точно выбирать количество вводимого препарата и еще и способ вводимого препарата. Поэтому для этого всего вы приходите к врачу и уже врач анализирует, что вам пить, как вам пить и сколько пить. А для того, чтобы он имел возможность это проанализировать, помимо того анамнеза, который собирает врач, соответственно, он должен направить вас на кровь. Кровь моча, хлеб врача. Вот. Поэтому, соответственно, дорогие друзья, не ленитесь ходить на кровь. И самостоятельно можете, я буду снимать видео, если вам будет интересно, можете в интернете посмотреть, есть такие видео. Сдавайте кровь для того, чтобы докопаться, почему у вас болят кости, спина, колени, локти и так далее. С вами был Медикал Фитнес, Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, да пребудет с вами здоровье.